Чем вы гордитесь из своих работ в качестве интервью? Вы считаете, что это прям такой кейс, который можно студентам показывать, и вы блестяще справились? Вы знаете, если серьезно говорить, то никаким не интервью. Интервью прошло, и ты забыл. То есть, можешь сказать, что мое интервью с Собяниным, 47 ссылок. Есть же формальный показатель, сколько раз сослались другие медиа. И это круто. Последнее интервью с послом США Ханцманом, который только он был назначен, пришел, все сослались. И американские медиа, и европейские медиа, и наши медиа. Это круто. Есть формальный признак, но для интервьюера это не главное. Для главного редактора это главное. Конечно, у нас была история абсолютно гениальная, но это вот это чутье, даже не чутье, это случай, помноженное чутье журналистов в прямом эфире, министр энергетики Великобритании, Милли Бент, младший брат министра иностранных дел и так далее, Борисского правительства. И мне скучно, потому что он министр энергетики. Ну, я его спросил, альтернативная энергия, как шахтеры там. Ну, что? Ну, обычно. А посольство мне сказала, прими министра энергетики, мы тогда дадим тебе министр иностранных дел. В торговле же всегда. Я говорю, ну, хорошо. Или премьер-министр, когда поедешь. Ну, хорошо. Я говорю, ну, давайте звонки включать. Первый звонок, там что-то про альтернативную энергию. Второй звонок. Третий звонок, голос такой московской интеллигентной дамы. Здравствуйте, у вас там Милли Бент? Я говорю, да. А ты ждешь все время пранкера, оскорбления. Это же прямой эфир, ничего не отслушивать. Он говорит, здравствуйте, меня зовут Софья Милли Бент. Он мой племянник. Я думаю, так. Понимаете, это все в прямом эфире. Ему переводят, у него, знаете, так, глаза на шарнирах вперед. Я думаю, розыгрыш не говорит. Уж больно голос дамы. Я говорю, мы возьмем ваш телефончик, и он вам после эфира перезвонит. Это все в прямом эфире. Спасибо большое. Бум, все положили. Он говорит, вы телефон записали. Прямо в эфире. Я говорю, записали, записали. Правда оказалась. Оказывалось, их отец, их дед и ее отец, два брата Милли Банда, в гражданскую войну в России. Один ушел в Польшу, в Швецию, в Англию, а другой в Москву. И они впервые встретились. И я хожу и глажу себе по голове, я думаю, я же мог ее отключить. Я же мог... Ой, сорвалось, да? Подумать, что это пранкер. Не вывести телефон. Это была история мировая. Потом приехал Дэвид, министр. Поехал к ней с тортом и с цветами. Приехал тоже к нам. Она недавно ушла из жизни. Такая московская дама. Знаменитый, оказывается, знаменитый переводчица с Фарси. Вот история про эхо Москвы. Вот моя история, когда я почувствовал, знаете, вот что-то здесь есть. Вот, может быть, ошибаюсь, но что-то здесь есть.